Всем привет! Канал Твэк Дэй с вами, как вы уже поняли. Сегодня я вам покажу производительность смартфона Samsung Galaxy S7 в игрушках. Снимать это видео, в принципе, я не планировал, но были достаточно много комментариев, и люди просят снять такой тест. В принципе, мне не сложно, вам приятно посмотреть, но это все равно смартфон флагманский, хотя сейчас и за 2017 год все равно данная модель актуальна, так как здесь Snapdragon 821. Это процессор, который вообще любую графику воспроизводит на ура. Тем более, сейчас я попробую записать тест игрушек как в 2К разрешении, так и в Full HD, потому что, может, не все знают, но в Samsung 7 есть функция, мы можем поменять разрешение дисплея. На программном уровне оно все меняется в настройках дисплея. Можем поставить HD, Full HD или 2К. Поэтому, если вы поставите сюда Full HD и будете играть в игрушки, то вы можете даже записывать видео, а в принципе, смотрите сами. Ну что, ребят, давайте посмотрим на танки. Я думаю, большинство из вас в них играет на компе, ну или хотя бы на телефоне. Мне кажется, игра эта довольно популярна, хотя ей уже 6 лет, по-моему, но все-таки я тоже иногда раньше баловал с этой игрушкой. Так вот, запустил я ее в 2К разрешении, то есть максимальное, что поддерживает Samsung 7. Выставил, как вы видели, все настройки на максимум. Конечно же, у меня же флагман в руках, как по-другому-то. Ну и что мы видим? Видим мы то, что я немножко завтыкал, завтыкал записать экран с помощью программы. Ну ничего, давайте посмотрим хотя бы на то, как я записывал с камеры. Немножко я, конечно, фокус на дисплее не уловил, как вы уже видите. Но скажу я вам так. В среднем 60 FPS у меня было практически всегда. Держались очень стабильно. Только когда я стрелял, когда были какие-то замесы там, хотя их особо не было, но все-таки были взрывы, был дым, туман и так далее. Поэтому просадки были до 45 кадров в секунду. Это то, что я заметил. Я считаю это неплохо. Тем более я знаю, что все привыкли жаловаться, что у Samsung 7 плохой графический ускоритель. То есть процессор хороший, там Exynos или Snapdragon стоит в разных версиях по-разному. А вот графический ускоритель, Malita 880, типа вообще не вытягивает. Но сейчас, когда я начал играть в игрушку Asphalt Extreme, я не знаю. Здесь уже Full HD разрешение установлено, все настройки на максимум. И мне лично геймплей очень нравится. Ну серьезно. Как играть, так и сейчас, я думаю, вы смотрите, вам видно, что никаких особо подтормаживаний там нет. Фреймрейт, если проседает, то только в моментах, когда есть куча дыма, когда какие-то заносы, непонятные там эффекты, туман, слишком ярко и так далее. Некоторые моменты есть, конечно, никто не идеальный, так сказать. Но не стоит забывать, что у меня включена еще программа для записи видео с экрана. Если бы я ее выключил, то, конечно же, у меня просадок вообще бы не было. Да, если не использовать программку, то фреймрейт был бы стабильный 50-60 FPS. А так, судя по практике своей из жизни, скажу, что такие программы для записи скринов занимают примерно 20-25% производительности. То есть, если у меня, допустим, вы сейчас смотрите Mortal Kombat, и у меня было где-то 40-50 FPS, то если я выключу запись программки, то будет, в принципе, все максимальные 60 FPS, которые позволяет этот телефон увидеть на дисплее. То же самое в комментариях вы просили протестировать Modern Kombat, пятую часть. Я эту игрушку раньше вообще не играл, поставил. Да, в принципе, неплохая, интересно поиграть. Но тоже. Картина та же, что и с Асфальтом, что и с Mortal Kombat. Я записываю скрин с экрана, который сжирает у меня, грубо говоря, четвертую часть производительности, которой бы мне как раз хватило для того, чтобы игрушка шла на максимальных 60 FPS, на самых желанных. Да, когда я выключал, немножко все улучшалось, без проблем. В NFS тоже это видно. Местами, не знаю, почему, маленькие подтормаживания есть. Но это все только из-за этой программки, через которую я записываю. Называется она AZ Recording, по-моему, как-то так. Программка неплохая, пользуюсь уже не первый раз этой программкой, мне все нравится. Но вот, реально, четвертую часть производительности она сжирает. Вот вы видите, как NFS сейчас летает, фактически, да, без подтормаживания, без ничего. А представьте, что еще можно добавить плюс 25% к производительности, ну и получится идеальная картинка на Full HD разрешении. Почему нет? Вообще без проблем. Вот такой вот тест получился. Я думаю, все было более-менее предсказуемо. Это не то, что тестировать там какой-то комп на Pentium, да, или на каком-то Celeron. Здесь, в принципе, все очевидно. Маленькие подтормаживания есть, но местами, когда очень сильно перегружены сцены. Так, в целом, все нормально. Смартфон справляется абсолютно с любой графикой. И при этом я еще умудрялся записывать это все с помощью программы. Спасибо всем, что были на канале Твэкдэй. Всем пока. Ребят, напоследок скажу, что вы можете спокойно в комментариях предлагать темы для обзоров, темы для моих походов в магазин и так далее. Мне это очень интересно, потому что в связи со своей работой у меня не так много времени есть на канал, хотя я стараюсь, я реально не сплю, я реально монтирую, думаю и так далее. Но, если вы будете подсказывать более-менее адекватные, не зашкварные темы, я вам буду только рад. Предлагайте обзоры, тесты, а также темы моих походов в магазин. Как протроллить консультантов, или как узнать у них что-то интересное, или как заставить тупить их, ну или как самому потупить. Пишите, что вам интересно, что бы вы хотели увидеть на моем канале. Поверьте, самые интересные темы я отберу. И, конечно же, сделай на этих темах видосик. Для вас, мои любимые подписчики. Субтитры сделал DimaTorzok